сначала сценарий подавляешь она у тебя есть но ты подавляешь для мужчины агрессия это нормально это не так что он шашкой марш в нем это просто есть и это силы но ты почему ты решил что агрессия это когда всем голову срубают почему агрессия нужно для чего что хорошего в агрессии ну хотя бы защите себя хорошо хотя бы защитить себя чувство защиты вопрос от кого внутреннего чувства силы разве сильный воин который самый сильный будет раз вообще лезет с кем-то не то что они лезть к нему не поняли что чувствует что это чувствует он и вся действительность по его сценарию человек никогда не подойдут и на самый мирный между прочим только потому что в нем это много он это чувствует и он это не время инструмент стоит на месте когда инструмент стоит на месте он функционирует по назначению мозг стоит на месте чем я говорю когда он стоит на месте не превышает свои полномочия не портит эту жизнь вот этими мыслями он функционирует по назначению все подумали а теперь чувствую и думаем и чувствуем синхрон такой когда у меня много агрессии много этой силы я просто ощущаю себя сильным не можно даже если бы не захочу но не захочу я просто разрешаю допускаю и это есть во мне надо будет крикнуть окно там еще что-то пришло что я не знаю куда эту силу направить то есть как бы я вот она есть она есть чувствовать и не разрешает проявиться этом хорошо а как бы ты ее проявлял вот представьте теперь вот все можно все никто от тебя не уходит чего бы делал не уйдет она все она безумно тебя любит вообще люблю чтобы делал все можно все направлено творчество а почему-то должна быть кто-то пришел все свое агрессия на творчество а он только берет и уходит ничего семья какой мне мужчина а почему тогда крышу почему решил что можно что агрессии если ты будешь агрессивность и ты будешь это все выливать на неё и она уйдет потому что вот эта сила которая куда-то не направилась она у меня переходит в агрессию да и потом дома летят щепки и потом все ходят плачут да получает а почему она куда-то не направилась вот почему я не направляю ну да почему она куда-то не на крае куда бы ты не музыку еще куда там эротический в танку еще да еще в себя смотри не слушай никого только в себе спорт классно еще фотография классно как ты себе зажал потому что ты решила по-другому но не так но это все не так как ты решил ну почему тут это была какая-то причина так решить мы же этим стоит какой-то встать ты будешь еще бомбическую точку тут ставить или нет я просто хочу порешать уже ну раз как бы выплат я просто хотела сказать почему он силу то не направляет он даже сам как ну то есть у него не произойдет ну то есть у него слоны не будут прыгать по коже такое осознание если он это сам не пройдет бесполезно говорит скажи почему ты не можешь направить свою силу туда куда ты сейчас список целый сказал это в принципе все люди не могут так сделать потому что есть условия при которых мы можем направлять а при всех остальных мы не направлять какое что эти деньги за это вот сейчас у тебя есть внутри сила тебе и надо выпустить деньги тебе за ну не нужны на это что вот это вот ощущение как ты можешь направить свою силу да ты когда ее видишь находишься здесь и сейчас зачем тебе деньги ты не по-другому не можешь в другом месте тебя нет зачем тебе деньги ну если чем-то занимаюсь это только из-за денег по факту нет я я вообще усидеть на месте не могу я все время где-то прыгаю куда-то лазью где-то за деньги нет а зачем тогда тебе это делать за деньги спортом за деньги хочешь заниматься нет а почему деньги пришел сюда какая такая связка проделать удачу и деньги потому что если делать о творчестве то то если я туда направляю свое время силы то какой-то должен быть обратный то есть поэтому ты решил направить свою силу агрессии на жену чтоб щепки летели чтобы обратный эффект был так что получается так и мои убеждения такие таковы если я не получаю деньги за свои усилия неужели я хочу это делать срочно идем направлять силы без лапа а ну а все это ждал на канал беженческая база ты навязала слов которые друг другу на самом деле не связаны но ты связал творчество с деньгами с тем что она уйдет а если ты будешь агрессировать навязать навязал навязал ну это все твое и у тебя это законодательная база и конечно не дай бог это исполнилось и сейчас наилучший вариант того что ты можешь в жизни иметь исходя из своих прописных пунктов а если мы еще глубже пойдем ты там себе столько найдешь что ты монстр монстричный и ты всех постреляешь и убьешь и то что сейчас происходит и слава богу что это подавлено потому что будет трэш понимаешь что у тебя внутри но мы же тебя не изучаем мы туда не ходим мы не знаем какие наши законы руководят нами а у тебя уже вообще интересненько у тебя там 33 узла и все они на одном месте все подвязал все и это надо распутать это твой мешок вот этих убеждений 33 узла это на одном месте на одном тебе нельзя агрессировать потому что жена уйдет детей лишишься потому что на ровном месте агрессии ты вообще не будешь свою потому что деньги за нее не платят поэтому надо на жену что делать разобраться что у тебя в башке агрессии агрессии не связуемые все так делаем у нас у всех не связуемые а если будет то-то 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 на выходи я посижу у тебя вот ты такой грустненький свои законы надо узнавать это грустненько мне у меня вот такая сила огромная она больше меня но мне ее надо выпускать иначе все вокруг меня подпитывает 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 она прям копится 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 и сжимается сжимается плотность уплотняется и я жду пока не произойдет взрыв а если взрыв то я могу его направить на бедную жену которые уже плачут а вот тут что там у тебя хобби спорт что там еще танцы музыка фото короче вся жизнь вся твоя движуха я туда свою силу не потрачу потому что денег мне за это не ведут это еще поспорить нужно дадут или не дадут это мы просто решили что не дадут а может и заплатят а может и заплатят а миллиард заплатят ну я не знаю я туда еще не ходила пробовать не хочу потому что я туда не ходила нафиг надо я лучше накоплю и отправлю на жену это вот ну как бы лучший вариант правильно? ну не очень не очень да это идеальный вариант Да, тут денег нет. А жена про пиздон вставила, я опустошился и снова можно накапливать, 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 накапливать. Это деньги, нормально. Ты ее создал только для про пиздона, потому что по-другому, ну невозможно. Как нужно еще опустошаться, потому что ты взорвешься, ну как, ну некуда себе уже впихать. Она зашла в тебя, распихала это все, еще и ты опять живчик, можно заново жить, ну как-то, да, и два стелять в своих корзинках. То есть как бы она такая твоя душина классная, у тебя такая силища, столько всего подавил, в тебе есть все, кроме самого отсутствия. То есть вообще все, даже само отсутствие в тебе тоже есть, это тоже что-то, все есть. Но силу нужно куда-то девать, помимо жены. Она-то орет, кричит, то есть она обращает на тебя внимание, и в это время ты наконец-то обратил на себя внимание, когда уже она вышла, орала, и ты на себя обратил внимание, силу-то и вышла. А сила еще может выходить в каждый миг, когда ты эту дорожку для выхода силы открыл. А дорожка открывается только в единственный момент, здесь сейчас, когда я это вижу, понимаешь? Вы понимаете? Я, да. Здесь, сейчас, я обратил внимание на свою силу, заглянул в себя, что я чувствую, да, вот что во мне есть. Вот когда я обратил на это внимание, все, у меня вот в этом месте дырочка из нее пошел воздух. Ну, чекная энергия, моя сила, моя пошла, когда я обратил внимание на себя. Когда меня внутри, на мне, на себе, меня нету, я ничего не чувствую, никаких дырочек нет, тут все заклеено, все, блин, там вообще, эра, эра, там эти наклейки еще такие, сюда не входить, сюда не смотреть. А она такая берет молоток, скалку, подходит, внушарет, бьет на тебя, пробивает эту дырку, и воздух пошел, вот такой фрунг опустошился. Ты понимаешь, что ты делаешь? У тебя есть сила, но ты ее не можешь потратить, потому что, если ты не здесь сейчас, у тебя в этот момент нету, то ты, ну, как бы, а что потратить, чего нету, у меня нету, как я могу, это нету, на что-то потратить. То есть ты не видишь, не обращаешь на себя внимания, то есть здесь, сейчас энергия. Делай это. Другой теме есть. Все тебе понятно? Я сейчас эту тему еще раз расскажу по-другому, и как раз подытожу то, что, как исполнять свои желания, наша тема. Все как это? Да. Да. Однозначно. Как вы думаете, как исполнить наши наши желания? Пожелать. Пожелать. Супер. Пожелали. Нету. Квартиру хочу. Нету. Почувствовать. Нету. Пожили, да, ощути, да, ощути. Вот. Ну, давайте немножко в теории, а потом вляжем, закроем глазки и час, и ладно, шучу. Тридцать минут у вас не будет нигде, кроме у себя. Желание. Желание. Это какой-то... Давайте, какие желания вообще бывают? Материальные, нематериальные, да? Желание это какой-то набор чувств. Чувства. 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 Я забыла, как писать этот слов. Чувства. Давай по-инопланетянски. Чувства. Чувства. По-инопланетянски, да. Я всегда пишу вот так. Все потом сфотографируют. Все понятно. Вот, вот это вот желание, например, автомобиль. Приведу... Как его рисовать? Нет, давайте дом. Колесо. Как его рисовать? Так, сейчас, подождите. Издушку нарисую. Пускай будет такой дом. С другой. Дом. Хочу дом. На самом деле, за этим материальным стоят определенные чувства. Потому что мы весь этот букет чувств не можем сразу описать. Наш ум все эти чувства подогнал, спрессовал, скомпоновал и выдал образ. И этот образ у нас в виде дома. Мы не дома хотим. Мы никогда не хотим дома. Мы никогда не хотим денег. Мы никогда не хотим машины. Нам ум подкидывает просто картинку, которую легче всего объяснить для себя набор чувств. Понимаете, да? Мы все хотим чувства. Мы деньги хотим для чего? Мы же не бумажки хотим, чего мы с ними делать не будем. Они же, блин, у них только костер и дом быстро прогорит. Мы же не бумажки хотим. Мы на них что-то купить хотим. А когда мы себе купили что-то, мы что хотим? Я вот себе купила новое платье, хотя у меня их еще 34 штуки. Но для чего я это сделаю? Чтобы почувствовать. Что, у меня платьев нет, что ли? Есть платье. Правильно? Согласна? Мы хотим чувства. За домом стоит чувство какое? Комфорт. Стабильность. Комфорт. Стабильность. Инопланетянский язык продолжаю. Безопасность. Что там еще? Престиж. Престиж. Красота. Ну, вот некоторые слова там вообще к чувствам не относятся, конечно. Дальше разберем. А статус это что за чувства? Удовлетворение. А, что? Самодовлетворение. Спокойствие. Спокойствие. Уют. Уют. Как вы думаете? Комфорт вы можете почувствовать здесь сейчас? Да. Что это было? Стабильность. Стабильность. Вы можете прямо сейчас свою стабильность представить? Стабильность. А что, какие ребята, можете стабильность? Стабильность. Выходит по понятиям, как нам довольно... О, а что такое стабильность? Какие сюда чувства входят? Ну, во-первых, это временный промежуток какой-то. Длительный. Как бы это не секунда стабильность. Это гораздо стабильность, да? Период времени больше. Все, чего нету здесь сейчас, в аптеке? Вы понимаете, что это такое? То есть, мы хотим чего тогда? Стабильность, это... Хорошо. Если на время расписали, это то, что не изменяется. То есть, мы... То есть, мы... То есть, мы хотим остановиться. То есть, мы хотим остановиться. Мы можем сейчас остановиться? Можем? Да ладно! Просто остановиться. Можете? Закрыть глаза, и на путь сам здесь сейчас остановиться. Замереть. Замереть. Можем? Нет. А когда они будут в большом отрезке, это может быть? Если мы в маленьком не можем, то в большом отрезке боли не получится. Ну, даже если мы будем в точке здесь сейчас находиться, то мы можем, причем навечно. Вечно. Понимаете? Хорошо. Безопасность. Безопасность, это самое опасное место. Когда я сижу там в комфорте, в каком-то зернышке, я сгоню, если я не перескажу. Чисточек жизнь, да? Птица в безопасности сидит в клетке, жизни нет. Она там очень быстро. Когда там годы жизни у птички невольные. Вот. А? Самая большая опасность в жизни. Самая большая безопасность, потому что жизнь это уже безопасность. Это смерть опасность. Так, хорошо. Что мы там еще хотим? Это я вообще пока просто рассуждаю значение этих слов. Чувствия. Что-то рассуждаю. Знаете, я уже ничего не чувствую, что я хотела. Посиди, посиди. Просто сумму. Что тут? Это престиж. Престиж. Престиж это у нас что? Что за чувство такое? Значимость. Значимость. Вы можете сейчас почувствовать свою значимость? Вы у себя есть, ваше тело, руки, ноги. Блин, вы столько чего знаете, умеете. Значимость можете сейчас почувствовать? Может. Это ощутить. Статус. Это что там у нас? Само удовлетворение. Вы можете расслабиться, кайфануть, попить водичку и испытать вот здесь и сейчас само удовлетворение? Вы все эти чувства ждете, ждете, когда купите вред дом. Десять лет вот эти чувства ждете. Ну, твоя мать. А в одном доме, ну, там, ну, не знаю, может быть, десять тысяч чувств. Ну, разного, да? И головняк. Ну, про головняк, конечно, там вообще молчу, потому что десять лет ждать этих чувств. Вы, заместо вот этого, то, что вы можете чувствовать здесь и сейчас, а если вы еще рассудите это каждое слово и посмотрите, то оно вообще нахер вам не нужно. Безопасность, это ваша смерть, блин. Что там вы хотели? Стабильности смерти. Да елки-палки вообще. Что я хочу, вы вообще разбирали? Умереть. Каждое слово, если я вам сейчас разберу, вы поймете, что вот это вам не нужно. Но, если вы прямо это хотите, нет же ничего, вы же целостные. Почувствуйте это. Ну, не ждите, там, десять лет, пока заработаете. Почувствуйте здесь и сейчас эти чувства. И вам вот это уже нафиг не надо. Но, когда вам это не надо, оно сразу проявляется. Сразу. Реальность поменяется. Вы смотрели на точку, на мир, ну, точка обзора, да, ваша. Я есть здесь сейчас, чувствую чувства. Вот я смотрю, вижу вот эти чувства. Они у меня есть, я их чувствую. Из чувства достатка, понимаете? У меня внутри достаток, вовне это тоже достаток сразу переходит вот сюда. Вот такие угол. Раз, сменили, увидели. Но, когда ваше внимание на недостаток... Нет, он... Я смогу это писать. Но вы повернуты вот сюда. У вас-то все есть. У вас все есть. Даже это отсутствие есть. Но вы вот сюда не смотрите. Вы смотрите на недостаток. И что у вас тут в итоге? Недостаток. Что у вас тут? Дома нет. Потому что вы здесь. Вы смотрите вот сюда. Ну, как только вы глаза и такие разворачиваемся, вы смотрите вот сюда, ну, вообще широко смотрите вот сюда, то вы что видите? Дом. А, начали с желаний. А, начали с желаний. Возьму другой. Все хотят энергии, движуху там, кайф, эмоции, что-то испытывать, что-то испытывать. Что такое энергия? Энергия это все. И ничего одновременно, из чего мы там все творим. Но энергия это не материал, кусок материала, да. Ничего это тоже что-то. Но это не кусок материала, это движение. Если вы к розетке подключите шнур, вы телефон чем будете наполнять? Чем-то? Нет. Там есть напряжение, которое пикает эти кварки очень быстро, на скорости. Вы заряжаете телефон движухой. Жизнью. Что такое толк, блин, физико, наполняйте химии? Движение. Движение частиц. Ничего стало на скорости скоростных. Просто бромоскорбежение, там, заряд, напряжение. Все идет очень просто, быстро. У нас в ничего тот же один кварт, который находится во всех позициях одновременно, если взять многомерную реальность, он настолько быстро везде находится, он, можно даже сказать, не перемещается, мерцает. Потому что каждый реальность везде одновременно быстро материализует чего-то. Этот кварт при напряжении определенном, он движется. Ток. Это ничего, которое очень движется. Ничего. Мы телефон не наполняем, там, у нас нет уже емкости в телефоне, какой-то там специальный отдельный. Там есть накопитель, батарейка, понятно. Так вот, чтобы вот эта вот движуха шла, это поток. Нужна какая-то сила, которая этот поток запустит. Ну, в розетке там что-то, с напряжением. Правильно? Да. Ой, я даже шарик на эти собаки. Ты коронавирус на эти собаки. Коронавирус это наш шарик. Шарик. Вот смотрите, есть сила, которая кинула эту ручку. Это я. Мне интересно, как она упадет с берега. Куда? Наверху, вбок. Но пока она летела, что это, маркер перенадели на ручку. Маркер не получал никакую силу. Его сила была только вот здесь. Либо я его покатила, он покатился, но когда я его кинула, я приложила силу. Дальше он катится по инерции. Пока не остановится, пока в нем эта движуха не закончится, либо он не встретится с препятствием. То есть я его покатила, он катится сам. Вот эта вот сила, которая его запустила, это импульс, а покатился по инерции. То есть нужна сила, напряжение, инерция. И тогда появляется поток. О, давай напишем импульс. А сюда поток и инерция. Чтобы мысль потеряла. Возьму другую ручку. Для того, чтобы... Для того, чтобы... Да, я поняла. Надо передать просто карьеру, который несет жима. Я сейчас думаю, как-то с желанием. Чуть-чуть взял. Не проявленная. Даже так попишем. И проявленная. Вот так понятно, да? Вдруг. То есть у нас было непроявленное чувство. Мы их увидели в себе, заметили, почувствовали. Они у нас проявились. Проявились в виде какого-то желания. То есть проявленное чувство же не может быть чем-то. Оно проявляется в виде чего-то. Материального. Правильно? Как чувство проявить? Чувство же непроявленное. Это что-то такое. Чего-то такое. А эти чувства, чтобы материализовать, они должны приобрести какую-то форму, плотность. И вот для нас это желание. Это домик. Автомобильник, домик, кофе. Молодой человек, жена, дети, работа, бизнес, деньги, кофе. Вот это домик, желание. Чтобы он проявился, то есть это наши чувства, должны материализоваться в домик. И вернемся вот к этому. Моему любимому. Возьмем теперь зиму. Сначала, чтобы у вас материализовался домик, вам нужно желание. Правильно? Ну, домик из желания. Которое должно родиться в начале. То есть, вроде как желание не нужно, но так поняли, что чем больше будешь желать, тем меньше оно появится. Все, что наверху мы хотели. И с этой стороны сейчас расскажем. И с этой стороны расскажем. Желание осознанное. Смотри. Ты сейчас находишься в этой точке и говоришь, давайте я вообще по-другому зайду и дойдемся сюда. Ты находишься в этой точке и говоришь, блин, что-то хочу, кого не знаю. Что-то хочу, чего не знаю. Чем заняться, что делать. Делайте предназначение. А что сейчас делать? И какое хобби, какой выбор сделать? То есть, мы все время в непонятках каких-то. И нам на помощь приходят желания. Желания. Как уже свершившийся факт. Который нам подсказывает, каких чувств нам нужно сейчас. Мы всегда хотим только чувства. Мы не хотим желания. Они нам просто подсказывают, какие нам чувства нужны сейчас. Мы хотим испытывать чувства, которые стоят за желанием. Желание, это просто подсказка. Материальный объект. Это букет этих желаний, которые материализовались, букет этих чувств, которые материализовались в это желание в нашей голове. Это просто подсказка нам. Мы такие, какие мне сейчас чувства испытать? Ну, сложно. А вот, а что я хочу? Я хочу машину. А тут уже подходим к машине и спрашиваем, а какие чувства стоят за ним? Чувства дают такой, 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 такой. Или дом надо его. Такое, такое, такое это чувство. Вот, чего я сейчас хочу. Вот, чего я сейчас хочу. Пофиг нам вот это. Пофиг. Это просто подсказка, какие чувства мне нужны здесь, сейчас. Мы уже поняли, что нам нужно, чтобы быть, быть, быть здесь у себя. Нам нужны чувства, которые мы будем чувствовать и испытывать замечательно. Вот что такое любовь? Вот она, любовь. Это поток. Когда мы увидели желание, желание, это еще не сила, которая толкает шаги. Желание, это наша подсказка. Какая сила тут скрыта? Интересно, а какие чувства сейчас я хочу иметь? То есть сила, толкающая нас к исполнению желания, то есть вот это вот. Вот этот процесс называется любовь. Мы пожелали домик, увидели, какие чувства, поняли, что домик нам не нужен, нам нужны чувства. Вот мы их расписали. Появился интерес. И это и есть тот импульс, который вас кокнул. Который вас кокнул. Поняли? Все поняли? Кто нет, поднимите руку. Интерес кокнул. Интерес это внимание, да? Нет. Интересом, начало же есть желание. То есть нужно прочувствовать это чувство. Во всех постах одно и то же пишу. Одно и то же. Давайте еще раз. Шарик. Это вы. Вы хотите движники? Или тут написали, что тебя всегда смотрят, и всегда понятно, но сегодня... Я как-то особенно понятно тебя сегодня. Да, это кофе. Очень понятно. Непонятно. Короче, шарик и копыли. Вы хотите движухи, то есть любви. Любовь это поток, который вас несет к вашему желанию. На самом деле не к желанию, это ум так думает, а к чувствам. Но фишка там в руках. Вот это круговорот замкнутая система. Чтобы себя толкнуть, вот когда вы движетесь в потоке, вам не нужна никакая сила, потому что для инерции сила не нужна, я вам уже показываю, да? Боже, блядь, вот с любой точки, какой здесь смотри, оно просто не станет хоть тысячу раз менять. Короче, инерция, сила, которая вас толкает не почему. то есть внешние факторы не действуют. Понятно, что такое на лице? А сила тогда что? Импульс. Сил такая. Сил такая. У вас есть импульс. Импульс. И импульс это сила толкающая. Но когда вас толкнули, вы уже катитесь, вы шарик. На шарик уже не воздействует никакая сила. У него есть внутренняя сила. Внутренняя. И для этой внутренней сил никаких сил внешних прикладывать не надо. Внешняя сила только вас сперва толкнула. Это желание. А потом подождите. Мы пока просто про шарик говорим. Вы шарик. Представьте. Есть вы. Вы шарик. Вас внешняя сила пнула. Вы покатились. Когда пинали. Я тоже стою за шариком и пинаю. Я приложила какую-то силу. То есть какая-то внешняя сила поддействовала на этот шарик. Внешняя сила. Внешняя сила это импульс. Просто физика, химия. Но потом вы покатились. И когда вы уже катитесь, внешняя сила на вас не действует. Она была только в начале. Понятно? Да. импульс это интерес. Только интерес. Нет интереса? Нет ничего. То есть сила, которая вас подтолкнула это интерес. Чтобы возбудить этот интерес нужно желание. Чтобы появилось желание нужно опять интерес. это целая одну медаль. Одну медаль, можно сказать. У вас должны быть и интерес, и желание. То есть желание нужно для того, чтобы его не желать, а увидеть, какие чувства там стоят. То, что вам нужно. Вам интересно узнать, что вы сейчас хотите. У вас интерес. Поэтому вы такие блин, а какое же я желание хочу. Вот такое. То есть какой букет чувств. Расшифровали этот букет чувств. Вам стало интересно, а как я сейчас получу эти чувства, не дожидаясь вот этого желания. И вы такие не ожидая этого желания начинаете получать эти чувства. Эти чувства вы получаете ничего не делая, потому что для движухи, для энергии ничего не надо. вы просто их получаете когда находите здесь сейчас в себе и вы получаете чувства. Как вы идите на другую сторону делать ничего вам надо свои делишки. вот эта движуха она и материализует. Это любовь. то есть когда внимание 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 на себе я чувствую чувство которое скрыто за желанием внимание на себе это есть любовь. Когда у вас любовь к себе вы чувствуете то что вы хотите чувствовать вы получаете этот столбанный том. Ну это так просто я уже не знаю как еще написать как я могу себе дать это по другому это вот в этой фразе все я так понимаю то есть ты этот дом раскладываешь на точку если вы изначально ставите на точку не я хочу дом а я знаю что у меня дом будет когда я узнаю какие чувства за этим домом взяли квантовый скачок вот сейчас все я хочу перейти на другую сторону я хочу сделать квантовый скачок и смотреть на мир по-другому не желание желать непонятно для чего а я знаю что скрыто для своего желания у меня импульс такой хотя бы интерес если у вас пробудится импульс интерес вставить в эту точку и наблюдать какими желаниями я сотворяю такие букеты чувств и как их сейчас получить вы уже это получаете потому что это сразу материализуется как только вам станет интересно и вы пожелаете это узнать вы сразу это узнаете когда у вас есть интерес и желание ничего не препятствует этому вашему желанию потому что у вас есть движуха но как только сюда подключаются страх блоки шаблоны программы вы останавливаетесь если шарик катнуть вы пожелали дом поняли что вы хотите за этим домом комфортно счастье классно вы живете в этих чувствах чувствуете комфорт видите это счастье вам уютно здесь и сейчас вам ничего не мешает двигаться к этому дому вам просто уютно вам пофиг на все вы идете и на вас сваливается дом просто какими-то странными способами он сваливается и вы дойдете до него сразу если никаких страхов нет можно вот эти все страхи программы блоки а вдруг у меня не получится а мне не хватит денег а вот жили небогатые нафиг надо а мне вот сказали там дорого богато это плохо или еще какой-нибудь фигниру то есть вот это стенка препятствия вашему движению то есть вы такие катились катились вот тут дом я а тут короче страх а что подумают люди вы можете первое что подумают люди трансформировать найти новое третье и вам будет кофе вы покатите сдачи а можете на них вообще не обращать внимания вы просто остановились а для того чтобы запустить что вам нужно импульс снова нужен импульс снова чтобы сюда кто-то пришел и кнут вас да вы создадите там людей которые возьмут вас кнут люди каждый день на самом деле пинают рут на вас кричат что вам делать вы просто не слышите вас знаете сколько в день распинаются ну ладно пофиг вы себя пнули для этого у вас появился интерес пришла на или такая вдохновительница вдохнула у вас интерес вы такие пнувшиеся покатились опять то есть понимаете вы можете без остановок катиться до вашего желания без остановок это единственный способ быть здесь и сейчас чувствовать все как Оля сегодня показывала просто чувствовать себя и пофиг что вы чувствуете даже не думать какие чувства стоят за домом это один способ просто катиться тогда вы в любви к себе бесконечно и любой поток любви вам даже пофиг какие чувства вы хотите испытывать вам пофиг на дом вы здесь и сейчас бесконечно кайфуете воспроизводите вот эту вот ситуацию тогда вы вообще никогда не остановитесь вам пофиг найти шаблоны вам просто интересно наблюдать какие вообще у меня есть желание хочу придумать просто интересно что свалится дону свалится 100 домов свалится палатка свалится машина свалится меня к кому-нибудь там замок возьмут или вы можете желать и потом вы можете не желать наблюдать если у вас есть интерес пофиг какой он сразу вам будет проявлять то что вы хотите я не хочу конкретно ничего вообще я даже не хочу узнавать конкретно какие чувства я хочу быть просто в себе но это в данный момент через час у вас ситуация меняется вы такие блин а теперь я хочу конкретно испытывать там орган или конкретно я хочу испытывать королева видеть в зеркале там с короной или у меня вообще конкретно хочу злость какую-то испытывать но вы обращаете на себя внимание вам интересно как это будет и вы дальше катитесь то есть интерес по жизни любой это вот ваш импульс которого толкает вы здесь я хочу дом для дома вот говорит надо заработать нужно время нужен богатый муж или богатая жена нужен свой бизнес нужно купить землю нужно найти строителей вот вы сейчас здесь ну блин это вообще вот это все это ваши заборы которые бесконечно вас останавливают да это от меня идем к дому а если наоборот надо почувствовать получается что интересно что я буду чувствовать когда будет дом да и тогда вот типа вот это получается да вы можете быть здесь и тормозить себя все время этот дом у вас не появится но он может появиться если вы вот эти шаблоны мышления трансформируете а можно перейти в эту точку посмотреть я признаю я хочу да но дом того вовне а мне это иллюзия я на самом деле хочу внутри сейчас чувства и на больших промежуток времени чувства какие интересны у вас проявился интерес и у вас уже сейчас первое желание исполнилось какое вы узнали какие чувства вам нужны сейчас какие чувства потом у вас опять появился интерес а как это чувство себе дать потом вы даете себе это чувство вам уже пофиг на дом ну кому не пофиг интересно а как же он у меня сейчас будет если я себе все дам весь этот букет себе дам материально действительность автоматически материализуется то есть то что внутри но сразу и снаружи то есть интерес 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 то есть поняли да и следующий момент почему нету дома дом дом хочу это что за чувство недостаточности у меня здесь и сейчас недостаточности материальный мир вам сразу я тебе все подвяжу все желания исполнены здесь сейчас весь мир этот продукт всех ваших желаний все вот все что вы желаете проявление желание а вы знаете то что желание это всего лишь просто материальный образ весь мир это продукт ваших чувств они желали еще лучше пойдем то есть мир это не продукт желание это просто уму понятно букет чуть мир это продукт чувств если у меня чувство недостаточности знаете получите офигенная творец да я вот хотела чувствую сейчас недостаточности его и проявила я чувствую муж козел блин у меня козел я чувствую что у меня муж красавчик у меня красавчик я чувствую что я сейчас ценное для себя офигенно мои мои ценности мои чувства ценности себя что у меня у себя есть руки и ноги я классно вообще королева не мир подтверждает то что я королева и и засыпает мне ценность понимаете чувство сначала все желания недостатка они все врождают недостаток все поэтому перестаньте желать желание смотрите какие букеты чувств за этими желаниями это просто мир иллюзия голограмма рисует нам понятный уму образ чтобы понять какие чувства потому что мы не знаем что мы хотим чувствовать а чувство каждым слове вообще есть и эту главную мы хотим чувствовать постоянно мы не знаем куда пойти как белый шум поэтому придумываем для себя образы какие-то придумываем образы и никогда не достичь а почему вот это крепят а вот давайте еще разберем вот это я хочу дом мне пофиг что я бог я просто человек я хочу достичь заработать отвоевать найти денег выйти замуж побывать взять ипотеку взять ипотеку кредитом тра-та-та а вот эти все наши блоки а давайте разберем почему у нас желание бороться проявляется во мне почему мы боремся во мне чтобы внешне материальное действительное это следствие потому что в данный момент мы чувство борьбы испытываем чувство борьбы мы боремся мы хотим его испытывать мы хотим потому что мы целостны оля говорит то что нету не борьбы но если мы находимся в точке здесь и сейчас у нас это сила борьбы есть где бы бороться пойти если я смотрю на себя и и понимаешь что я хочу побороться у меня есть желание бороться мы ничего не отрезаем руки не отрезаем ноги не отрезаем не говорим отрежьте мне кусочек мозга мы хотим бороться мы боремся но если вы находитесь это неосознанная просто борьба если вы находитесь в точке здесь сейчас и понимаете что хочу все бороться но почему я не могу тогда пойти и и бог какая вера какая верность будь либо здесь либо здесь твой выбор все чувства нужны они классные все все и злость и ревность вот допустим возьмем недавно разбирали зависть я вообще не завистливая вообще на самом деле знаете какая завистливая сучка я обожаю зависть это просто ну офигенное чувство когда я неосознанно моя зависть проявляется бяками вообще в теле да вот противное мерзопакостное чувство и это мерзопакостное чувство такого материализуемся мы как классный и тут у вас что происходит во вне но чувство он сразу не призывается понятно неприятность становится сразу проявленным потому что мы не можем стоять в одной точке если мы уже есть движуха какая то есть мы не можем без движухи остановиться смерти нет вообще невозможно то есть у нас какая-то движуха если у нас движуха то у нас постоянная любовь вечная бесконечная и вот у меня сейчас зависть она же движется значит материализация сразу происходит во вне ситуация зависти но зависть если вы начнете рассматривать что это такое я пожелала дом мне почтальон вынес этот дом уже идет ко мне меня нету доставить некому он уходит кругами десятилетиями чтобы вам доставить это уже с другой стороны я смотрю то же самое рассказываем но уже вообще другими словами он идет несет вам дом а вас нет вас здесь сейчас нет вы где-то там прошлом в будущем которое не существует и прикиньте он нам не может его навести а в прошлом и будущем это вот ваши блоки страхи и препятствия я не могу мне нужны деньги он уже вынес вам дом а вы такие нет я материализовал дом но я не могу у тебя взять мне нужны деньги он говорит да вот уже без денег его дают не надо заработать а я не знаю потому что уточняйте свое тысячу раз желание он уже вынес дома вы такие нет что-то я вот синий крыша хочу хотя вот красный опять синий хочу и он такой блин опять надо домой идти в другое место менять дом опять находить к тебе то есть понимаете да посыльный уже идет вот закалебался вот дом посыльный несет вам и вы здесь находитесь и тут там дебри дороги лес короче поля леса вы не видите этот дом и сидите такое в ожидании ну потом понимаете то что что я жду пошло кайфовать гулять там все классно вы такие надвижуха движетесь по импульсу то есть импульс это дело здесь и сейчас желание нежелание завтра четверо дня которые идут их не будет завтра никогда не наступит а у вас сегодня нежелание вы их исполняете вы такие идете и видите дом посыльный недалеко вот уже в зоне видимости да вот вы а этот дом несет вам ну материализованный некимаус ваша подружка которая в нем уже живет ну она несет живет а улитка а вы ее видите что вы делаете на самом деле завидуюсь жиран белье мой нет если поедешься то хоп вы там вместе и у тебя дом вот вы последите пожалуйста чтобы там эфир не вышел через час еще идет а там время есть написано завершить завершить написано это все время идет ладно когда тут минутка останется он будет тикать скажете а поскакайте неужели я хоть раз запишу что-нибудь на влитчарте где сейчас прет вообще так вот вы такие и идете и идете и идете и идете почтальона может быть кто угодно подружки коллеги друзья соседние знакомые люди какая разница вы и дом иллюзия и все люди иллюзия почтальонные иллюзии это все ваше я проявленное чувство правильно мы сейчас как раз таки про это вы идете кайфуете любовь вас там несет к вашему дому и вы видите этот дом подружка несет его живет он там что происходит на самом деле если так же задуматься если нет это ваше движение но этот дом уже есть в моем ближайшем вы увидели посыльного который несет посылку для вашего мальчика ну то есть для вас вы что должны сделать да блин конечно о я тебя уже вижу мое желание уже ко мне приближается оно же мое отражение а вы что делаете вот сука дом несет там не знаю вот блин у нее там золото а у меня его еще нету и вы такие раз бели у вас чувство такое блин у меня нету а у нее есть мир материальный что вам делать да у тебя нету точно ты права ты 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 все иди на склад за следующим желанием то есть зависть это офигенный маячок который вам говорит если вы это уже видите ну блин на подступах то что вы хотели вы уже это увидели у кого-то никого же нет кроме вас это уже просто близко видите то есть чем ты сильнее завидуешь тем у тебя уже ближе получается зависть такая подключилась и ты такой блин что мне ну понять да то есть мы каждое слово изначально в мозгу наделили каким-то это чувство зависть это чувство в теле я тоже хочу это чувство в теле но каждый его наделил каким-то свойством для себя я не залезу к вам в голову и не знаю как вы его наделили я раньше зависть наделяла по чувствам мерзким да мне хотелось прибить ее и чтоб у нее ничего не было ни нам ни людям как говорится понимаете вот такое мерзкое чувство которое убивало в моей материальной действительности все но когда я поняла что это маячок я же блин не в этой точке накражусь а вот здесь сейчас понимаете да что я творец а не жертвы блин весь мир это моя проекция я проявляюсь так это я уже проявлен это мой дом проявлен я уже являюсь этим домом если я про слово сейчас буду говорить это вообще с десятого захода за меня то есть я наделила это слово одной хренью потом рассмотрела рассоздала рассуждала и поняла то что это чувство совсем не то явление чем я его наделила оно вот это это мой маячок то что блин вот я вижу уже посыграла то он был там за полями за горами и я не знала когда мои чувства приведут меня к дому чувство это ваша дорожка вот вы испытываете чувство наблюдаете за ними это поток любви вас несет то есть вы идете это ваша дорожка как только вы отключились от своих чувств то есть от себя отключились перестали замечать что вы чувствуете сейчас внутри что вы сделали вы с этой дорожки с потока ушли все вам нужен новый импульс ну как шарик в кювет скатился блин вам нужен новый импульс опять себя толкать при этом желании ну многие обычно скатываются все дальше 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 ниже там вообще непонятно и все и потом блин добивался добивался не добился многих средств не добьюсь материальная действительность мне подтверждает что 30 лет зарабатывал не заработал ну уже точно заработал ну и такие новый импульс куда-то шарик в другое вот сюда покатился тут уже какое-то другое желание в доме и все крышка либо замужем был там все не мое это не мое я так и знала я так и знала точно материальное действительность но когда я наделила перерасоздала слово и понимаю что зависть это просто офигенное внутреннее чувство меня аж прям до дрожи нифига себе я когда увидела вот это вот все царство я такая нифига себе я могла позавидовать Оле а я такая нифига себе что у меня уже есть Оля такая это твое выступай сколько хочешь понимаете не вы понимаете да я приехала к ней домой такая блядь это тоже мое которое я хотела она такая живая о как вы понимаете бриллианты Ольны на уме потому что я не завидую а это мое я вижу почтальона только я переносили на зависть это мое мне материальная действительность подтвердила уже три кольца двое сережек сколько там уже четыре цепочки еще один клочек ты видишь я уже вверх выступил за мной бегает то от чего я убегаю по самым делу мне уже ничего не надо мне не нужен дом мне не нужны бриллианты мне не нужно ничего я хочу чувства чувства а я вот эти чувства испытываю плачу любви пофиг любовь это не чувство любви такое классненькая девочка на лобочке любовь это когда мы видим свое чувство если вы сейчас злитесь и вы это видите это любовь понимаете любовь это внимание на себе заметить что вы сейчас чувствуете есть если вы заметили что вы себя чувствуете это любовь а что в этом чувствуете ваше любви это видеть это заметить в себе чувство это есть вот этот похож вы видите чувство и хотите еще еще и вам и и Вам уже пофиг, что подумают люди, а что они там скажут, а какие там уже правила. Я чувствую меня хорошо, у меня горы под плечом, дом не мой, но я в нем и живу. Просто не моем, а не моем. Я никогда не могу себе позволить бриллианты. О, останайся.